Там, где есть возможность метр на метр тыкнуть эту позвонюшку, она стоит. Никто у вас не спрашивает разрешения, никто не спрашивает у гаража, никто не спрашивает в конце-то концов, удобно ли люди проходить под пешеходным переходом. Сегодня мы говорим о следующем. 250-300 водок, которые находятся, по нашим данным, платятся от 100 до 500 долларов в месяц и крышуются определенными людьми. Так если есть такая возможность у людей это платить, то у меня задается вопрос. В конце-то концов, за 4 года борьбы с позвонюшниками ничего не дало. Незаконно установленных сегодня киосков, в городе у нас установлено, 1200 штук. Это тоже сегодня все платится помимо бюджета. Давайте возьмем 100 долларов и умножим на 1500, это 150 тысяч долларов. Это 2,2 миллиона гривен, которые сегодня не получают в бюджет. Киселева на нашей депутатской комиссии предложила одну вещь. Давайте их узаконим все сразу. Никто не говорит о том, давайте их уберем. Но если нас устраивает, горожан, вот этот бедлам на всех улицах, как вы называете все, и все модно пиарятся, Будкоград, давайте оставим. Давайте их просто узаконим. И заберем у чиновников сегодня возможность крышевать, возможность сегодня участвовать в этом бизнесе, в незаконном бизнесе. Те люди, которые сегодня хотят отвезти киоск, мы им не даем возможность. У нас находятся сегодня какие-то схемы, которых мы уже два года не видим. И все время нам обещают, они будут на следующей сессии. К сожалению, этих схем нет. Но Будки как стоят, так и стоят. И растут, что самое интересное, как грибы на улице. Подождите, бюджет города теряет сегодня 2,2 миллиона гривен. В месяц. Это помимо того, что эти люди, которые сидят в киосках, они не платят ни копейки в бюджет заработной своей платы. Так что мы сегодня поощряем? Беззаконие? Так давайте тогда установим, мы каждый из вас по 50, по 100 Будок. Вчера меня упрекнули, что у меня на Никольской 7 есть 3-4 павильона. У меня существует один, мой павильон, и один жены на строителей 14. Я как предприниматель имею на это право. Но я не позволил сегодня себе, имея власть, отвезти десятки и сотни этих киосков, у которых есть, как говорится. Целые улицы. И мы знаем этих людей, и мы их поощряем. Поэтому сегодня мое предложение. Горалов, он четко сегодня подготовил этот вопрос.